У нас была пристройка еще начата почти 10 лет назад, и потом строительство было заморожено. По-любому надо было завершать. У нас начальная школа сейчас занимается в детском помещении, в бывшем детском садике. То есть мы сейчас вот сюда вместе с городом пополам вкладываем 29 миллионов, в прошлом году 9 миллионов, было в этом 20. Завершим детский садик, всех ребят начальной школы перевезем сюда, соответственно детский садик поставят под ремонт для того, чтобы ребятишки пошли в детский садик. То есть здесь совмещение полезного с приятным получается. И вот в этом году как раз будет реализован проект по производству аху-панелей Российской Федерации. Это проект американо-немецкий совместный. Все правильно, 50 на 50. 50 на 50. Ну и Тульская область выступает в виде своих площадей, земельного участка. Ну и безусловно, самое важное, это наши трудолюбивые Тульки. Завершение работ на конец 15-го намечено. Завод мощность имеет где-то порядка 12 миллионов квадратных метров в год. Является первым предприятием компании КНОВ и Южей Системс в Восточной Европе. Поэтому, в принципе, это те вот как раз высокотехнологичные, высокоэффективные рабочие места, которые нам нужны. Потому что высокая добавленная стоимость, большой объем налогов, занятость такая средняя. То есть вот сами можете посчитать, что больше миллиарда рублей 50 рабочих не сносит. Мы бы хотели единственную помощь в законопроекте, который бы позволил нам дать землю. Вернее, не нам, а инвестору, который решит нашу проблему. Работа эта не прекращалась. Проведены ряд действий, которые позволили иметь у дольщиков, собранных в отдельные товарищества, земельный участок, незавершенку оформленную, разрешение на строительство с проектно-сметной документацией. Вопрос остался за инвестором. У нас вся надежда теперь на изменения в федеральный закон. Дольщики заплатили за жилье, исходя из расчета от 4 до 8 тысяч рублей за метр квадратный. Значит, внесли вы чуть больше 100 миллионов рублей. Соответственно, сейчас вопрос в том, чтобы построить жилье, ну вот мы строим жилье где-то там по 30 тысяч рублей за метр. Дешевле не получается. Но это жилье с отделкой, в общем, нормальное, качественное жилье. Соответственно, откуда-то нужно брать эти 30 тысяч рублей на каждый метр. Я не понимаю, как сделать так, чтобы Жерзев завтра в тюрьму не попал. Понимаете? Вот вы мне скажите, то есть, вы можете, конечно, принять решение, выделить земельный участок без процедуры, так сказать, аукциона, потому что земля, которая выделяется на строительство жилья, сегодня только на аукцион. Житель по всем КДП. У нас в городе самая большая поликлиника вторая. Но она в таком состоянии находится, что ум не поддается. И никто этот вопрос не решает. У нас, к сожалению, на 2015 год мы денег на ремонтные работы из бюджета Тульской области пока предусмотреть не можем. Пока у нас этих денег нет. Вот в прошлом году мы только 100 миллионов выделяли на благоустройство и 19 объектов медицинских наших, больниц, поликлиник и так далее, поменяли асфальт и так далее, то есть приводили в порядок. На этот год, к сожалению, у нас на ремонтные работы денег нет. Пока нет. Потому что мы должны быть очень аккуратны. У нас очень много публичных обязательств, которые мы обязаны выполнить. Давно живем на пятом этаже муниципальной квартиры. Там никогда не было воды, это была пустыня. Дело в том, что квартира муниципальная. Для того, чтобы провести ремонт муниципальной квартиры, мы должны объявить аукцион. В данный момент аукцион составляется смета по дефектному акту управляющей компании для того, чтобы развести ремонт внутри квартиры. И, соответственно, и инженерные коммуникации по водоснабжению, там необходимо... Управляющая компания здесь рядом, можно добавить. Там необходимо делать большие вскрытия, для того, чтобы людей совсем не оставить без воды. Эти работы надо выполнить одной сметой, быстро. Переселите людей в другое же муниципальное жилье. Еще раз повторяю, это люди-инвалиды первой группы. Я не думаю, что они стали. Смета будет сделана, и необходимые ремонтные работы будут выполнены в этом году. Спасибо большое за, на самом деле, за очень интересную встречу. Думаю, что она интересна не только для меня и моих коллег, которые приехали со мной. Я думаю, что, прежде всего, она интересна Владимир Анатольевич для вас и для вашей команды. Я думаю, что есть о чем задуматься, есть чем позаниматься. Наших милых дам хотел поздравить с наступающим днем 8 марта, пожелать вам всем здоровья, счастья и улыбок побольше. С праздником с наступающим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok